Дорогие друзья, позвольте с опозданием поздравить вас с Новым Годом. Хочу поблагодарить 2023 год за встречи с вами в Вечном Городе, за новые знакомства, за подарки, которые вы мне дарили и дарите от всей души. Я с легкостью отпустила 2023 год, потому что верю, что следующий год будет еще лучше. А вам, дорогие друзья, я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас была мечта. Итак, думайте о ней днем и ночью, не сдавайтесь, не унывайте и не отступайте назад. Мечта ведет по жизни к успеху и делает нашу жизнь значимой. Поверьте, мечты сбываются, я-то уж это знаю. На экскурсиях по Риму я многим из вас рассказывала свою историю, как я приехала в Италию. Помните, что главное – хотеть, и надо сделать всегда первый шаг навстречу мечте. Пусть Новый Год даст вам мощный толчок для того, чтобы ваша мечта сбылась. Жизнь – это подарок и удовольствие. Живите, мечтайте, наслаждайтесь жизнью, высыпайтесь, встречайте каждое утро улыбкой, учитесь чему-то новому, идите со временем в ногу. Цените верность – это старо, как мир. Не грустите, уныние и грех помните. Танцуйте под музыку вечерами, звоните почаще маме, обнимайте детей, говорите «люблю», путешествуйте и отдыхайте. С Новым Годом вас и Рождеством, дорогие друзья! Пусть Новый Год станет для вас началом чего-то нового и прекрасного. Как я уже вам говорила, перед экскурсией и после экскурсии я немного снимаю для вас, а потом, когда у меня появляется свободное время, я монтирую видео и загружаю на канал. Вот сегодня у меня появилось немного времени, и я решила смонтировать видео, которое давно уже хотела вам показать. Часто самостоятельный турист может за день оббежать и поверхностно посмотреть Рим, а потом сообщить своим друзьям и близким, что он уже все осмотрел. Но это не так. На самом деле Рим раскрывается при более тщательном и скрупулезном рассмотрении. Необходимо обращать внимание на детали и символы, которые сами за себя рассказывают историю. А вы знали, что в Риме есть говорящие дворцы? Если правильно прочитать, что на них написано, то можно узнать историю того или иного дворца. Рим строили веками, и невозможно за один день осмотреть и понять город без знаний истории. Поэтому я всегда советую знакомиться с Римом, со знающим человеком, который поможет вам понять, почему те или иные монументы находятся именно на этом месте, а не на каком-то другом. Ну вот, например, чтобы рассказать, почему собор Святого Петра находится именно на этом месте, мне приходится вспомнить и рассказать историю про Каллигулу, Нерона, про пожар 64-го года, про казнь христиан, про строительство Константиновской базилики и только потом про собор Святого Петра. Так вот, наконец-то, мы и подошли к тому, о чем сегодня будет видео. Каждый раз, когда я рассказываю про собор Святого Петра, я обязательно включаю что-то новое и интересное для вас. В этом году, в рождественские праздники, у меня было очень много туристов с детьми, и поэтому для меня было очень важно удержать внимание детей. Каждый раз, когда я провожу экскурсию, я чувствую себя актрисой, которая выходит на сцену. Приходится разыгрывать мини-спектакли, особенно когда рассказываю про конкуренцию Бернини и Барамини, про Олимпию, невестку Папы Иннокентия X, страсти и интриги на моих экскурсиях кипят. Самая большая оценка для меня – это когда после экскурсии у меня спрашивают туристы, а у вас случайно не найдется свободного времени на вторую экскурсию с нами? И ты понимаешь, что все твои труды не напрасны. Дверь Филаретте, средняя дверь собора Святого Петра, не только самая старая, она была отлита в 1445 году, но и самая ценная, поскольку принадлежала старой константиновской базилике, которая была построена в IV веке. Дверь была создана Филаретте по велению Папы Евгения IV. Во время строительства нового собора Святого Петра перед размещением дверь в 1619 году была отреставрирована, и сверху были добавлены две большие полосы, на которых изображены головы двух драконов, двух орлов и имя Папы, при котором была установлена дверь в Новый собор Святого Петра. Каждая створка двери разделена на квадраты и украшена богатым декором. Вверху на панелях изображены Иисус, Мадонна на троне, чуть ниже – Святой Павел с мечом, Святой Петр, передающий ключи Папе Евгению IV, при котором была создана дверь в 1445 году. И в самом низу створок изображено мученичество двух святых. Казнь Святого Павла на левой панели. Солдаты получили приказ от императора Нерона и готовы исполнить его. Святой Павел стоит на коленях под мечом палача. Святого Павла на левой панели. На правой створке двери изображена казнь святого Петра. Его распяли вниз головой. Многие из вас, наверное, знают, почему Петр был казнен вниз головой, но я все-таки еще раз хочу рассказать вам библейскую легенду. Мы сейчас на несколько минут переместимся с вами на Апиевую дорогу в церковь Домины Куо-Вадис. Библейская легенда гласит, что именно на этом месте, где сейчас стоит церковь апостолу Петру, бежавшему из Рима во время преследований христиан в эпоху Нерона, явился Иисус. Петр задал Иисусу вопрос, куда ты идешь, Господи? На что он ответил, я иду, чтобы вновь быть распятым. Услышав это, Петру стало стыдно, и он вернулся в Рим, чтобы принять свою мученическую смерть. Петр попросил распять его вниз головой. Он посчитал, что недостоин быть распятым, как Иисус. На месте легендарной встречи Петра и Иисуса в IX веке была возведена церковь. Она была совсем маленькая. В XVII веке ее перестроили и расширили. Через Апиевую дорогу и маленькую церковь всегда проходило очень много паломников. Перед долгой и длительной дорогой люди заходили в храм, молились и обращались к Господу с просьбами. На каменной плите с отпечатками стоп выбито на путствие всем идущим с пожеланиями удачной дороги. Возле отпечатков стоп Иисуса мы видим Апиевую дорогу, где произошла встреча Иисуса и Петра, и фрески с их изображениями. Апиевая дорога На декоре двери изображены портреты римских императоров, мифы, взятые из метаморфоз Авидия и эпизоды из басен Эзопа. Жаль, что очень редко туристы останавливаются рассмотреть дверь, но здесь, в декоративных украшениях, можно встретить знакомые нам эпизоды из басен Эзопа, которые знакомы нам с детства, например, вороны-лисица. Ворон украл кусок мяса и сел на дерево отдохнуть. Лиса увидела на дереве ворона, и ей тоже захотелось мяса. Хитрая лиса остановилась у дерева и начала восхвалять красоту ворона, говоря, что никто лучше него не подходит на роль царя птиц, чем он, ворон, и что он непременно бы стал им, если бы у него был голос. Тогда ворон решил продемонстрировать, что у него прекрасный голос, начал каркать изо всех сил и уронил мясо. Лиса схватила мясо и сказала, «Если бы, дорогой мой ворон, у тебя были еще мозги, у тебя бы не было недостатков ни в чем, и ты бы точно стал царем птиц». И убежала с куском мяса. Басня заставляет думать перед тем, как что-то сделать. Басни Эзопа учили в древнегреческих и учат в современных школах. Мудрые произведения стоит перечитывать не только детям, но и взрослым. Иногда не только дети, но и взрослые удивляются тому, что на одной из старейших дверей собора Святого Петра находятся эпизоды из басен Эзопа. А здесь мы видим уже другой эпизод из басни. Кто-то эту басню называет волкой цапля, а кто-то волк и журавль. Волк подавился костью и искал, чтобы кто-нибудь ему помог. Тут встречается ему на пути журавль. Он стал обещать ему награду за то, что он вытащит у него кость из горла. Журавль засунул голову в волчью пасть, вытащил кость и потребовал обещанную награду. Но волк в ответ, мало тебе, что ты из волчьей пасти голову целой вытащил, да к тебе еще и награду подавай. Мораль басни в том, что в трудной ситуации некоторые люди прибегают к помощи окружающих, а после ведут себя неблагородно и забывают о том, кому они обязаны. Так и волк, попав в беду, просит журавля спасти его от гибели. Журавль, рискуя жизнью, сует свой клюв в пасть волку, вытаскивает застрявшую кость, так он спасает его от гибели. Но волк, даже не отблагодарив спасителя, начинает хамить ему и грозить расправой. Встречаются, встречаются в жизни такие люди. В декоративных спиралях на двери переплетаются истории и природа. Гнездятся птицы разных видов, а также изображены бабочки, мыши, белки и улитки. В древние времена на бабочек особого внимания не уделяли, и в Библии о них ничего не упоминается, да и изображали их очень редко. А вот в середине II века н.э. Аполли написал миф об Амуре и Психее, где рассказывается о преодолении препятствий на пути к любви между влюбленными. Так вот, юная девушка Психея была с крыльями бабочки. Это как символ искупления и очищения божественной благодатью. Это образ человеческой души и смысла жизни. В конце древнего мифа сказано, что Психею боги назвали богиней души. Именно так христианская иконография приняла бабочку как символ человеческой души, поскольку три фазы ее развития личинка, куколка, бабочка сравниваются с циклом жизни, смерти и воскрешения. Если быть внимательным, не только на двери можно увидеть животных, но и в соборе Святого Петра можно увидеть животных, птиц и насекомых. Встречается лев, лошадь, верблюд, ягненок, собака, дракон, голубь, сова, ящерица, улитка и целый улей пчел. Под великолепным куполом находится балдахин и алтарь, за которым может служить служба только Папа Римский. А внизу находятся могилы Святого Петра. Субтитры создавал DimaTorzok Очень часто балдахин называют балдахином Бернини. Но на самом деле Бернини архитектурными способностями не обладал, он обратился за помощью к Барамини. А в конце работы все заслуги были приписаны Бернини. Мы сейчас балдахин называем балдахином Бернини, и никто не вспоминает про Барамини, который создал этот шедевр. Именно в этот период произошел разрыв между Бернини и Барамини. А Барамини после этого стали называть выдающимся скульптором эпохи барокко и папским архитектором. Субтитры создавал DimaTorzok Несмотря на богатое убранство по золоту, барельефы, медальоны, статуи, колонны, которые находятся в соборе Святого Петра, он не кажется перегруженным. А кажется, что все находится на своем месте. Вам придется долго здесь ходить и рассматривать его. Каждая скульптура в соборе – это настоящий шедевр, и я вам обязательно про них расскажу. Погребальный памятник Папы Льва XII увенчан гербом с коронованным орлом. Он окружен двумя лежащими фигурами – аллегорией справедливости и религии. Религия слева показывает на груди голубя Святого Духа. Подарка и скульптура Папы в благословении. За скульптурой Папы можно рассмотреть головы четырех кардиналов. Сразу после избрания он признался, что нездоров, сказав кардиналам «Не настаивайте, вы избираете мертвеца». Папа Лев XII из-за постоянных болей пытался отказаться от Святого Престола, сославшись на плохое состояние здоровья. Однако после избрания здоровье Папы улучшилось. Конклав проходил в Кверинальском дворце. Понтификат Папы Льва XII был с 1823 по 1929 год, пять с половиной лет, и он едва не обернулся настоящей катастрофой. Конечно же, Папа намеревался все изменить к лучшему, но он был лишен широты взгляда на современную жизнь. Он усилил цензуру, следил за моралью жителей Рима. Папа вновь загнал евреев в гетто и обязал их еженедельно посещать христианскую проповедь. Вводились церковные суды. Играть в азартные игры запрещалось по средам, пятницам и воскресеньям под страхом тюремного заключения. Продажа алкоголя оказалась под запретом. В Риме был установлен полицейский режим со шпионами и доносчиками. Понтификат Папы Льва XII едва не обернулся настоящей катастрофой. На говорящей статуе появились пасквили. А теперь несчастный человек, обиженный судьбой, терпи свою судьбу. Одевайся в траур и плачь, пока жив лев. Лев XII любил порядок во всем, но ему не хватило мудрости, чтобы быть популярным среди народа. Папа Лев XII умер 10 февраля 1829 года и был похоронен в соборе святого Петра. Римляне вздохнули. В рождественские праздники на улицах Рима и в Ватикане можно встретить живой вертеп. Римляне вздохнули. Римляне вздохнули. Иногда после экскурсии по собору Святого Петра мы выходили на площадь Святого Петра и попадали на настоящий концерт. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Утро – самое лучшее время для прогулок по Риму. Я очень люблю знакомить гостей города именно с утренним Римом. И вам, дорогие друзья, кто планирует поездку в Рим, советую не спать в отеле, а пораньше просыпайтесь и идите гулять по Риму, пока все еще спят. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами и до новых видео. Если будет возможность, обязательно приезжайте в Рим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Продолжение следует...